Всем привет, добрый вечер! Сегодня в эфире Александр Шахов с его темой «Как становиться манипуляторами». Если вас интересует тема манипуляции и как вообще люди становятся манипуляторами, то вам сегодня ко мне сюда. Всем здравствуйте! Я подожду пока все желающие присоединятся к эфиру. Это 5 минут. А пока хочу вас спросить, напишите, пожалуйста, из какого вы города и какая у вас там погодка. Давно мы что-то перекличку не делали. Напишите, из какого вы города слушайте меня и какая у вас погода. Тема сегодняшнего эфира – как люди становятся манипуляторами, этими ужасными психохищниками. Жду ваших ответов. Кострома, Киев, жара, зацепила. Здравствуйте, здравствуйте всем, здравствуйте. Кишинев, очень жарко. Севастополь, плюс 27. Киев, жарища. Завода Уковск, жара. Бишкек, жарко. Харьков, жара. Воронеж, солнце. Добрый день всем, Красноярск на связи. Всем привет, Красноярск, вы еще не спите. Санкт-Петербург, 16 градусов, входим в плащах. Но Санкт-Петербург, зато у вас, зато столица Северная Пальмира. Алматы, жара, 35. Дубай, 45. Ну, что и ожидается, в принципе, от Дубая, да? Чего вы хотели еще? От Дубая. Катар, сауна. Не сомневаюсь, сочувствую. Шимкент, жарко. Это Аджикистан. Павлодар, жара. Ижевск, жара. Баку, плюс 24. О, Баку, как у них. Сколько у вас в Баку, а? Да, 4 точно. Братислава, переменчиво. Алушта, жара. Сочи, приезжайте в гости, жарко. Не, у нас тоже жарко. Спасибо, лучше вы к нам. У нас 38 в тени, а на солнце 62. Я понимаю. Обалдеть. Ну, наверное, что, Саудовская Аравия? Да. Одесса, Киев, жара. Вечерок добрый, Черкессы, город в лучах солнца и вдоль Днепра. Ах, лепота. Баку, 32. Привет из Софии. Очень приятное лето у нас. Рады за вас. Самара, плюс 30. Кызыл-Орда. Казахстан, 53. Чего, серьезно, 53? Ну, я вам верю. Казахстан, это ж Кызыл-Орда, это ж капец где-то. Сургут, жара. А вы где, где погода? Я у себя дома. В городе Баден-Баден. Это на юго-западе Германии. Рядом с таким городком, известным как Страсбург. Баден-Баден место, где Достоевский проиграл обручальные кольца и свадебное платье своей жены, где Тургенев играл в казино, но не проигрался, где бывали Пушкин, Александр Второй, Николай Второй и так далее, и так далее. Короче, место знати всякой, как российской, так и западной. У нас тоже жарко, днем у нас 35 где-то, но у нас по ночам где-то плюс 17, то есть у нас такой климат хороший. Но, честно говоря, дождей уже давно не было, и поэтому очень много вянет листвы, жалко видеть яблоки падают, не дозревают, потому что не хватает влаги. А так очень благодатный край. Красноярск 28, Дюссельдорф 35. Даже в Дюссельдорфе, нашем родном, 35, ну вы даете, дюссельдорфцы. Я вот не ожидал, ну нет, хотя я помню, что да, мы же в Дюссельдорфе, мы два года прожили в Дюсселе, пару, ну я прожил, да, жена побольше. А как раз вот летом, в это время была жара, мы даже покупали вентилятор. Казань плюс 30, Израиль 43, Мальта 35, Привет-Иссарафа 31, Ереван 35. На Хабаровск надвигается тайфун 16 градусов в днем, нифига себе у вас, вот мне прохладненько, да. Держитесь, хабаровчане, вас там штормит и в политике, и в экономике, и теперь погода. Но вы сильные люди, дальневосточники, я сам с Дальнего Востока на Камчатке, в Хабаровске проработал пару лет. Так что я знаю, знаю, что вы сильные люди, как и везде. Сибирь, Кузбасс, жара, Иордания 30 градусов, господи. Ташкент 38, кошмар. Павлодар, жара, парабель, дожди. Где это парабель, где это парабель, я хочу дожди. Пришлите нам дождей. Переедут в Тбилиси, Харьков 28, Дагестан 32, приезжайте в Питер. С удовольствием, милые мои, что-то по эпидемиологической ситуации, что-то я, извините за просторечие, очкую я. Ну и какая-то сложность сейчас международными перелетами. Вот как только коронавирус в России же победит, у вас же в России уже есть вакцина. Как только победит вакцину первая Россия, я сразу приеду, чтобы уколоться и провести в Питере, как я обещал. Я обещал весной следующего года. Обязательно приеду, встречусь в один из моих любимых городов Санкт-Петербург. У вас поставлены красивые речи, вы тренируете, да? Спасибо большое за то, что вы мне делаете такие комплименты. Я не считаю свою речь поставленной и красивой, мне еще тренироваться и тренироваться. Ну да, я тренировал эту речь, будучи прокурором, здесь больше десяти лет от работы в прокуратуре, вначале следователем, а потом прокурором, поддерживая государственное обвинение по уголовным делам. Вот поэтому культура выступления перед судом, культура судебной речи и ораторского искусства мне действительно знакома. Цветочки вы жене подарили или так надо? Это она мне подарила. Ну, шаблоны мы, мы рвем шаблоны. Ну, конечно. Ого, не думала, что вы там живете, удивлена. Ну да, мы живем на несколько стран, наполовину в Германии, наполовину в России. Сейчас вот в Германии застряли. Урок истории. Лучшее место на земле? Лена, вы знали, что императрица Елизавета именно так отозвалась. Ну, об этом месте Баден-Баден. Тут есть, знаете, такая шутка. Баден-Баден вообще-то город Баден, а и регион называется тоже Баден. Так как городов Баден в мире немало, есть много городов, где есть слово Баден, но вот чтобы в земле Баден, и раньше называлось Баден-Ин-Баден. То есть, как бы, город Баден в земле Баден. А потом просто стало коротко Баден-Баден. И здесь есть такая шутка или как такой девиз города. Баден-Баден, the good, good life. Не просто good life, не просто хорошая жизнь. The good, good life. Баден-Баден, good, good life. Ну что ж, спасибо вам за ваши ответы. Прости, где живете? В Москве. Я живу в Москве. Что же, как переехать? Куда переехать? В Германию? Ну, просто приезжайте, билет берите, приезжайте. Вы имеете в виду на постоянное место жительства? Ну, для этого вам нужно либо жениться, либо учиться, либо купить здесь бизнес-визу. То есть, купить недвижимость за определенную цену. Насколько я помню, раньше это было 450 тысяч. В то время, какое-то время в мое, было 450 тысяч долларов. О, евро, извините. Затем вам непонятное вещество вводить в себя какое-то. Ну, это, видимо, не про меня. Ну что ж, привет из Дании. Привет, Дания. Мы любим, мы собираемся, мы женились с женой, мы женились в... Где мы женились? В Дании женились, да? В Дании. Мы женились в Дании. Есть кто-то еще из Берлина. Тут уже стали все искать друг друга. Молодцы! Ну что ж, девочки и мальчики, сегодня мы будем говорить про кого? Про манипулятор. Пока, почему у вас ИП написано в Якутии? А я вообще везде. ИП у меня в Якутии. Я прописан в Якутии. Я из Якутска. Из Якутской области. Я вообще с Дальнего Востока. На Камчатке прожил почти 30 лет. Жил в Хабаровске. В Магадане работал. Жил в Владивостоке, потом переехал в Якутск. Какое-то время жил там. Потом переехал в Москву. Так что я потом жил в Сочи, потом жил в Есентуках на Кавказе 4 года. Поэтому я, ребят, я попутешествовал и пожил. Давайте мы пока, я выключу комментарии, поговорим с вами о манипуляторах, а потом еще поболтаем. Договорились? Итак, манипуляторы. Кто такие манипуляторы? Манипуляторы это... Давайте с вами определимся. Все люди используют манипуляции, но не все люди манипуляторы. Вы должны понять это. То есть, как это можно определить? Все люди обманывают, но не все вруны. Вы понимаете, да, в чем разница? Например, вас спрашивает ребенок, ваш сын или дочь. Мама, а почему... Как я родился, да? И вы ему врете. Вы говорите, тебя аист принес. Да? Вы же не говорите, что папа своим детородным органом, половым членом совершил соитие со мной, совокупление, как бы с использованием моего детородного члена. Произошло семяизвержение. В результате семянники, там, мужчины выработали эюкулянт, сперматозоиды, и произошла эюкуляция, как бы, моей матки. Нет, вы не говорите так, да. Вы врете. Вы говорите, тебя аист принес. Врете? Врете. Вы встречаете коллегу по работе, которого терпеть не можете, и говорите, здравствуйте. То есть, вы говорите, желаю тебе здоровья. Да ни хрена вы ему здоровья не желаете. Вы думаете, да ты сволочь, сгорел бы там, как бы, просто сквозь землю провалился. Ну, вы говорите, здравствуйте. Что вы делаете? Врете. Ну, вы-то не врун. Ну, мы же не вруны. Мы же не считаем себя врунами. Почему мы не считаем себя врунами? Врун – это тот человек, который с использованием вранья решает свои цели. То есть, он специально обманывает других людей для того, чтобы получить какую-то выгоду. Так вот, мы все манипулируем, но есть люди, которые специально используют манипуляции, для того, чтобы получить выгоду. Причем, не заботясь о том, что при этом другому человеку они причиняют вред. Или, как у нас в прокуратуре, в юриспруденции. То есть, либо прямой умысел, либо косвенный. То есть, лицо осознавало противоправственность своих действий, желало наступления общественных опасных последствий, стремилось к их наступлению, либо относилось к этому безразлично. Да, вот то же самое. Манипулятор – это тот, кто использует манипуляции, обман или особые техники внушения, особые психологические методики добиваться своего, для того, чтобы вы проиграли, а он выиграл. Понимаете? Манипуляции используют многие профессии и люди. Например, учителя. Учителя используют манипуляции. Ну, можно сказать, если ты будешь себя плохо вести, двойку за поведение поставлю. Это разве не угроза? А угроза разве не манипуляция? Манипуляция. Вы можете сказать, конечно, манипуляция. Да, в каком-то смысле это манипуляция. Например, учитель может недоговаривать что-то или, например, говорить, что, ну, там, мотивировать каким-то образом. Если вы будете хорошо учиться, я, там, поставлю вам пятерку в четверть, и вы, там, сможете, там, не знаю, там, пораньше уйти на каникулы, да. Или он говорит, если вы будете себя тихо вести, я вас отпущу на 15 минут пораньше с урока. Правильно? Правильно. Манипуляции? Манипуляции. Учитель может каким-то образом, там, обманывать ученика для того, чтобы он преодолел какие-то трудности. Да, в жизни. Это все манипуляции. Но учителя не являются манипуляторами. Почему? Потому что учителя не преследуют выгоду для себя. Они хотят, чтобы в результате их действий получил выгоду и получил, так сказать, добро тот человек, которому они учат. Вот этим отличаются манипуляторы от других людей. Манипуляторы хотят вам зла специально. Либо им все равно. В большинстве случаев им все равно. Будет вам хорошо или будет вам плохо. Но они точно знают, что вам будет плохо. Они это осознают. Так вот, вот этим отличаются манипуляторы от других людей, которые используют манипуляции. Поэтому я манипуляторов называю только таких людей. На курсе «Манипуляторы и их жертвы», на которые вы можете пойти и научиться распознавать манипуляторов и научиться противостоять их манипуляциям. На курс вы можете попасть, если пойдете в мой профиль, нажмете на ссылку в профиле на синенькую и выберите курс «Манипуляторы и их жертвы», я объясняю, что есть четыре типа манипуляторов. Первые манипуляторы – это осознанные манипуляторы. Осознанные манипуляторы – это, по сути дела, врачи, учителя, педагоги. Это люди, которые используют манипуляции для благих целей, для того, чтобы вам было хорошо. Например, врач может вам сразу не сказать о том, что у вас серьезное заболевание. Он может сказать вашим родственникам, для того, чтобы вы не упали духом. Он может вам не говорить настоящее дело. Например, педагог. Вы приходите там учиться, заниматься на… учиться фортепианной игре. Вы учились в музыкальной школе, начинаете играть. И вы спрашиваете, ну как у меня? И педагог видит, что у вас просто кошмар, просто кошмар. То, что называется просто галимый кошмар. И он говорит, вы знаете, вы неплохо играете, у вас большое будущее. Обманывает он вас? Конечно. Обманывает никак про какое будущее он не знает. Играете вы кошмарно. Но он хочет вас подбодрить. Он хочет вас поддержать. Понимаете? Манипуляция? Манипуляция. Он манипулятор? Ну, по моей классификации он осознанный манипулятор. Но это добрый, это хороший манипулятор. И поэтому я его не называю словом манипулятор. Это просто педагог. То же самое с подругой. Подруга вас спрашивает. Я потолстела, и вы скажете сейчас. Ну, если я сейчас скажу потолстела, она расстроится и перестанет со мной дружить. И правильно, поэтому вы говорите, да нет, ты не потолстела. Наоборот, ты даже похудела. Или вы так делаете, например. Такая шутка такая. Говорит, ты что, похудела что ли? Самый лучший мужчина, ловите, пожалуйста, комплимент. Если вы хотите сделать комплимент женщине, просто утром проснитесь и скажите, ты что, похудела что ли? Все. Она уже точно будет в восторге от такой безобидной лжи. Вы должны понять, что люди, которые считают, что лгать ни в коем случае нельзя, это... Вы еще в детстве остались, милые мои. Вы еще детки. Поздравляю вас, реальный мир. Ложь здесь вокруг. Вам лгут СМИ, вам лгут политики. Мы друг другу врем, мы используем эту ложь. Мужчина говорит, ты самая красивая женщина на свете. Вранье! Это неправда. Ты не самая красивая женщина на свете. Он так не считает. Но он хочет, чтобы вам было приятно. И вы знаете, что он вам врет. Вы знаете. Но вы верите в это. Правильно? Поэтому мы врем. И те люди, которые говорят, что врать это плохо, никогда не нужно врать, это просто в глубоком детстве. Нет. Нельзя враньем причинять вред другим людям. Это да. Но что... Культура поведения. Что не как вранье. Этикет общения. Что не как вранье. Поэтому вы должны понять, что не все вранье, не вся ложь является плохой вещью. Не будьте детьми. Не будьте идеалистами. Как узнать причиняет... Ну, как узнать хорошую ложь. Ложь во спасение. Или это известная моральная дилемма. Нужно ли лгать во спасение. Я считаю, нужно. Я считаю, что нужно. И мы лжем. Реально. Мы детям лжем, что тебя дядя милиционер заберет. Мы лжем друзьям. Мы лжем родственникам. Это нормально. Ложь это необходимая вещь для того, чтобы поддерживать нормальные отношения. Иначе мы друг друга поубивали. Представьте, что мы друг другу говорим правду только. Представьте. Вы заходите в магазин и говорите. И вас встречает консультант. И он говорит только правду. Он говорит. Еще один покупатель приперся. Какого... Ну, как бы... Он говорит. Ну, он говорит. Вы снова приперлись. Какого хрена вам дома не сидится? Вам что, деньги делать некуда, что ли? Валите отсюда. Мне работать неохота. Он вам правду говорит. Ну, как бы... На внешнем он говорит. Здравствуйте. Чем я вам могу помочь? А на самом деле он думает. Какого хрена ты приперся? Я не хочу тебе совершенно помочь. Там... Вали отсюда вообще к другое место. А вы ему говорите. Здравствуйте. А в ответ он. Здравствуйте. Нет, я просто посмотрю. Вы врете. Потому что вы говорите. Да я вообще на самом деле просто не хочу тут ничего покупать. И мне твоя помощь нафиг не нужна. И твое здравствуйте. Отстань от меня просто. Не приставая ко мне. Я посмотрю за ценник и поплююсь и уйду. Да. Представьте, что вы говорите правду все время. Это невозможный мир. Мы друг друга очень быстро убьем. Поэтому нормально. Вы должны понять. Но те люди, которые используют ложь, особые психологические приемы, которые у вас вызывают негативные эмоции, такие как обида, вина, раздражение, это манипуляторы. Вот, как правило, хорошие манипуляторы, то есть осознанные манипуляторы, они не вызывают вину и страх. Они, наоборот, рождают воодушевление. То есть вас могут, там, например, учитель вас может вдохновить. Сказать вам, у тебя все получится. Я верю в тебя. Ты станешь лучшим, там, баскетболистом или будешь лучше всех играть на фортепиано. У тебя все получится. Или психолог говорит, у вас все получится. Вы знаете, вы справитесь со своими проблемами. Вы будете приходить ко мне. Мы будем с вами заниматься. И вы справитесь точно. И клиент говорит, правда, вы верите? Я говорю, психолог говорит, я уверен. Да хрен там знает. Будет у него такой, не будет. Откуда он знает? Врешь ты все, психолог. Врешь ты. Ты врешь, ты не знаешь. Будущего ты не знаешь. Но мы верим в это. Я хочу в это верить. Я верю в это. Я делаю все усилия. Я приложу все усилия, чтобы это делать. Поэтому я говорю, у вас получится. Потому что без этой поддержки тяжело будет клиенту. Правильно? Правильно. Поэтому это не манипуляции. Осознанные манипуляторы, они понимают, что применяют особые терапевтические методы. Но не вызывают чувство вины. Не вызывают чувство страха. Не вызывают чувство обиды, раздражения. Они вызывают чувство одушевления и радости. Это не манипуляторы. Поэтому первую категорию мы не относим к манипуляторам. Вторая категория неосознанные манипуляторы. Вот эти люди причиняют вред. Они причиняют боль, они причиняют обиду, но они сами не осознают, что они делают. По сути дела, они являются жертвами других манипуляторов. То есть, если воспитывала... Ваша мама может вызывать у вас чувство вины, ваша мама может вызывать у вас чувство раздражения, но не потому, что она это специально делает, просто она думает, что это и есть любовь. Ваша мама постоянно может вам советовать, токсичная мама, которая может советовать вам, «Делай так, дочка, делай вот так, дочка, ты почему так не делаешь? Надо вот так делать. Нет, так вот не делай, делай вот так». Вы скажете, «Ну мам, я уже взрослая, хватит мне, что ты ко мне лезешь? Хватит уже мне советовать, я уже сама разберусь». Она говорит, «Ну что ты? Ты еще не понимаешь, я уже повзрослела, не совершай мои ошибки. Делай вот так, нет, делай вот так, так ты здесь неправильно делаешь». Она неосознанный манипулятор. Почему? Она заставляет вас чувствовать тревогу, она заставляет вас чувствовать обиду, заставляет вас чувствовать раздражение, но она сама не понимает, что эти действия являются неправильными. Потому что ее мама так делала. И она думает, что если моя мама так делала, а я выросла хорошим человеком, ну вы все так думали, да, если меня в детстве пороли резиновым шлангом, я думаю, ну это же нормально, я же вырос хорошим человеком, правильно? Поэтому пороть резиновым шлангом – это нормально. Ну, правда, нам никто не скажет, каким бы я вырос в человеке, я бы не пороли резиновым шлангом. Может быть, я и вырос еще лучше. Как показывает практика, наказание детей негативно влияет на их воспитание, на их когнитивные способности, на эмоциональные способности. Иными словами, просто чем вы больше бьете, не значит, что человек становится лучше. Вы можете добиться послушания, покорности, но это совершенно не значит, что человек станет лучше. Потому что как только дубинка исчезнет, человек продолжит делать то, что он делал. Почему у нас не работает так наказание? Чем суровее наказание, тем ожесточеннее преступление. Это известная юридическая статистика. Суровость наказания не влияет на преступность. Влияет неотвратимость наказания. Как юрист вам говорю, как прокурор, бывший. Неосознанные манипуляторы не понимают, что они причиняют боль. Не причиняют, не понимают. Их воспитали так. Они впитали это с молокоматери, с родителями. Как правило, такие люди становятся именно под влиянием родителей манипуляторами. Для них это нормально. Третий тип манипуляторов это убежденные манипуляторы. К ним относится государство. Оно знает, что нужно вас убедить в чем-то для собственной выгоды. Там, не знаю, средства массовой информации, мошенники. То есть специальные люди, которые знают, что они делают для того, чтобы получить от вас выгоду. Это вот такие люди. Они в сознании, они хорошо понимают результат своих действий. Они хотят его причинить. Это убежденные манипуляторы. Обманщики. Профессиональные. И есть четвертый тип, который встречается чаще всего. Ну, так скажем, нет. Чаще всего встречаются неосознанные манипуляторы. Но дело, как правило, психологу имеется... Психолог имеет дело, как правило, с четвертой категорией. Четвертая категория это психи. Ну, нельзя назвать таких людей психами в, извините, в таком медицинском понятии, психотерапевтическом, то есть психиатрическом. Диагноз им, конечно, можно выставить. То есть, как правило, эти люди имеют те или иные психические отклонения от нормы. Но они не являются психами в том смысле, в котором мы привыкли, что я такой буйный такой. Да, это как бы не тот человек. Не то, что его нужно прямо сейчас психушку волочь. Но это люди, у которых есть определенные психические расстройства и какие-то девиации, то есть отклонения. Либо это нарциссы, либо это паранойки, либо это шизоиды, ну и так далее. Эти люди не понимают... Не понимают, что происходит, они думают, что это нормально. Но в отличие от неосознанных манипуляторов, они не смогут стать нормальными. То есть, неосознанные манипуляторы, это те, кто может... Ну, им можно объяснить. То есть, можно сказать, мам, ты понимаешь, что ты сейчас... Ты сейчас очень агрессивная ко мне. Ты понимаешь, что ты сейчас мне... Ну вот, ты причиняешь мне боль, когда ты говоришь своим... Это из меня делаешь ребенка. Понимаешь, мне очень больно оставаться ребенком. Мне очень больно быть для тебя постоянно такой... Как бы выступать объектом для воспитания. Ну, я сейчас примерно там говорю, да. То есть, вы можете объяснить это маме, она может понять и изменить свое поведение. А псих не может понять. То есть, ну, такое самое простое определение лиц с психическим расстройством, это лица, которые не осознают реальность, то есть, не способны осознать реальность или не способны руководить своими действиями. Для психа это нормально. То есть, для нарцисса людей выжимать, бросать, пользоваться – это нормально. У него даже такая философия есть. То есть, у него мировоззрение есть. Неосознанный манипулятор может понять вашу боль. Он способен на сочувствие. Он просто не понимает, что это причиняет вам боль. А манипулятор, он уверен, что так и нужно. Понимаете? Он уверен, что… Ну, давайте еще раз, еще одно, чтобы вы поняли, чем отличаются психи от неосознанных. Неосознанные манипуляторы, скорее всего, манипулируются в каких-то конкретных отношениях. Например, мама, дочка. А в других, ваша мама, она, дым, другой человек. А манипулятор, он манипулятор со всеми. Всегда. То есть, псих, он манипулятор, настоящий психотичник, он манипулятор со всеми. Он всеми пользуется. Всегда. Это его стиль жизни. И психа переделать нельзя. Почему? Потому что он никогда не способен осознать, что происходит. То есть, у него есть определенные искажения в его восприятии, в его мозге, в его психике. Он просто не способен понять. Ему, будешь говорить, тебе больно? Он говорит, нет. А что такое больно? Ерунду ты всякую говоришь. Понимаете? И у вас может возникнуть такая проблема, что вы вдруг можете увидеть близких людей, маму, папу, родственников, мужа, жену, которые очень попадают под определение психа. И вам не захочется считать. Вы скажете, нет, он же нормальный человек. На самом деле нет. У каждого четвертого, ну, есть такое исследование, каждый четвертый человек с точки зрения психики отклоняется от нормы. Вы должны понять, что псих это не какой-то, знаете, вот как, знаете, там, убийца, там, статья 105-я, все. Нет. Псих это так, знаете, такое довольно размытое понятие. То есть, можно двигаться в сторону сначала, ну, в сторону психоза можно двигаться. Сначала там какое-то расстройство тревожное, потом невроз, потом там пограничное состояние, потом психоз, потом псих, да. Уже такое конкретное заболевание хроническое. Есть временное расстройство личности, временное помешательство, есть хроническое помешательство. Ну, то есть, манипуляторы психи это хроники. То есть, у них уже все, с ними все понятно. Там можно ставить крест. От них только один способ с ними справляться. Это бежать. Воевать с психами бесполезно, с манипуляторами. Проблема заключается в том, что многие жертвы манипуляторов-психопатов, они думают, что их можно изменить. Что их можно спасти. Почему? Потому что, так как это люди, отклоняющиеся от нормы, то есть, они являются такими харизматичными, они являются привлекательными и умеют ловко пользоваться психологическими слабостями других людей. То есть, манипуляторы это, ну, чаще всего, там, нарциссы. Нарциссы просто привлекательные люди. Харизматичные, красивые, такие умеющие красиво подать, очень хорошо понимающие, что вы, что вы, в какой момент, как вы будете вести себя, как вы будете воспринимать и пользующиеся этим. Но при этом у них внутри нет никакого сочувствия, у них нет эмпатии, они не чувствуют. То есть, они не чувствуют то, что чувствуют другие. Внутри у них, у манипуляторов-нарциссов, у них две вещи. Первое. Страх, что их отвергнут. Потому что нарциссическая травма – это травма отвержения. Нарцисс – это следствие, если мама, например, была холодной или папа был холодный с ребенком, то он не давал любви. Единственный способ получить любовь – это полюбить себя. То есть, стать ребенком, который будет выполнять по отношению к самому себе родительские обязанности. Любить самого себя. Каждый из нас должен любить самого себя. Если мы получаем эту любовь от родителей, тогда мы понимаем, тогда нам нужно любить себя не очень много. Мы получили любовь от родителей, заполнился сосуд любви, нам нужно себя любить, долюбить немножко и все хорошо. Но когда от родителей этой любви не было, то мы должны будем компенсировать эту любовь. И поэтому начинаем себя любить гипер. Вот так возникает нарцисс. По сути дела, что такое отсутствие любви от родителей? Это отвержение. Холодная мама, холодный отец, непринятие эмоций, нет разговоров по душам. То есть, вот, и возникает нарцисс. Нарцисс – человек, который заботится о себе. Нарцисс чувствует постоянно вот эту тревогу, что его отвергнут. Поэтому он бросает быстрее других, чем его бросает. То есть, чтобы не чувствовать себя отверженным, нужно бросить первым. Поэтому он бросает первым. Поэтому он сначала привлекает всех вокруг. Нарцисс – это по легенде, вы помните, да? По легенде это юноша, который родился таким красивым, что все вокруг влюблялись в него. А он был проклят тем, что он не влюблялся ни в кого. Он не мог испытать никакого ответного чувства. И единственное, в кого он влюбился – это свое отражение. Поэтому нарцисс, он не испытывает ни к кому чувств никаких. Его единственные эмоции – это страх, что его сейчас бросят, и поэтому он бросает первым. И страх близости. Он не может вступить в близкие отношения, потому что он помнит, что любая близость доставляла ему боль. Я бы хотел, и у многих женщин покатилась женская слеза, что такие красивые котенки, их нужно спасти, они же такие несчастные нарциссы, их нужно долюбить. Предупреждаю вас, если вы попробуете это сделать, вы столкнетесь с совершенно жестоким бездушным хищником. Он вас, раздерет вам душу, уничтожит, высосет из вас всю жизнь, всю любовь и бросит. Совершенно, нисколько, не будучи благодарным и нисколько, даже не обернувшись назад, не испытывая никакой жалости, никого страдания. Ноль. Холодный камень. Это нарцисс. Он может производить впечатление такого красивого, такого хорошего, такого загадочного, интересного человека, но он может говорить во много красивых слов, уверять в любви, но это длится очень недолго. Яркая вспышка, яркие ухаживания и потом отвержение равнодушия, потому что нарцисс, манипулятор спешит убежать первым до того, как его бросили, как его раскусили. Ну, как бы, вот меня попросили просто рассказать, как возникают нарциссы, вот, наверное, так. Давайте я лучше поотвечаю на ваши вопросы. Да? По поводу манипуляторов. Может ли человек стать манипулятором, психом и от чего? Ну, я вот только что сегодня рассказал, от чего. То есть, это травма отвержения, чаще всего. Возникает, вообще, мы на курсе женской самооценки об этом, я рассказываю об этом. Есть так называемые БМП, бессознательные модели поведения. У человека в ответ на какую-то реакцию возникает, на какой-то стимул возникает три реакции. Бей, беги, приспосабливайся. Бей, беги или приспосабливайся. Поэтому, если ребенок испытал какой-то стресс эмоциональный, ну, то есть, его воспитывают в детстве и постоянно его там обесценивают, у него есть три варианта. Либо, убегай. И так возникает бессознательная модель поведения, испуганный мечтатель. То есть, он чувствует, например, на него кричат. Если вы чувствуете, что в тот момент, когда повышает на вас голос, вот так говорят, то вы как бы замираете такие. Вот, это значит испуг. И как справляется испуганный мечтатель со стрессом? Он убегает с фантазией. Он начинает фантазировать, он начинает заменять этот мир нереальным, каким-то идеалистичным. В сказки играть, в сериалы смотреть, в творчество. То есть, он как бы не здесь, не в реальности. Он что-то представляет. И его все отношения, они его нереальные. То есть, он идеализирует партнера, он идеализирует отношения. Он, собственно, в мечтах постоянно, в каких-то фантазиях, в нереальности. Испуганный мечтатель. Это реакция на эмоциональный стресс, воспитание родителей. Первое БМП, испуганный мечтатель. Вторая реакция называется Бей. Вторая. На стресс Бей. Возникает бессознательная модель поведения, ревнивый скептик. То есть, ребенок начинает думать, что прежде чем на меня напали, лучшая защита – это нападение. Поэтому буду нападать первым. Вы, наверное, встречали таких людей, которые начинают критиковать или скептично относиться еще до того, как выслушали вообще какую-то точку зрения. Они говорят, ааа, вот это понятно. Ну, это вот такой, такой зел, такой плохой, тупу-тупу на него. Ааа, вот это тоже говно, дерьмо, это неправильно. Вот это все ерунда, это все херня и так далее. То есть, и он постоянно видит где-то постоянно угрозу, он ревнивый, он параноик, ему постоянно кажется, что его кто-то обманывает. То есть, он заранее готовится к нападению и нападает на всех психологически. Стараясь обесценить, принизить, критиковать. Это второй способ реакции на стресс. Бессознательная модель поведения, потом человек ей пользуется в будущем. Вот у нас еще пришел. А это вот как раз третий тип. Вот, это третий тип, который называется очаровательный манипулятор. Очаровательный манипулятор в ответ на стресс приспосабливается. То есть, он начинает изучать угрозу и начинает к ней приспосабливаться, начинает использовать других людей для своих целей. Вот так рождается, собственно, нарцисс и так рождается большинство манипуляторов. Очаровательный манипулятор. Он понимает, чтобы его не били, нужно прикинуться слабым. В какой-то момент, если человек отвернулся, то есть, угроза отвернулась, ударить его в спину. То есть, где-то там соврать, где-то прогнуться. Вот, то есть, приспособиться. Это третья модель поведения, третья модель приспособительной реакции. Очаровательный манипулятор. Вот так. Испуганный мечтатель, ревнивый скептик и очаровательный манипулятор. Вот эти бессознательные модели поведения, как правило, фиксированы. И, как правило, они бессознательно проявляются в жизни человека. Подумайте. Вы сейчас в вашей жизни, какая модель ближе бессознательная? То есть, вы нападаете заранее, вы убегаете или вы приспосабливаетесь? Ну вот, от этого зависит более вы... Манипуляторами могут быть все три роли. Если вы заметили, то они очень похожи на роли, которые называются в треугольник карпана. Жертва, испуганный мечтатель, преследователь, ревнивый скептик преследует. И спасатель, очаровательный манипулятор, который использует всех остальных для своих целей. Хотя, кажется, спасатель, ну да, спаситель он же, спаситель он же как бы такой же хороший, позитивный модель. Нет, спаситель никого не спасает на самом деле. Никого кроме себя. Спаситель хочет быть нужным, он хочет быть в центре внимания. Спаситель хочет быть полезным, потому что он чувствует себя совершенно бесполезным и отвергнутым. Поэтому он хочет, чтобы быть учителем, быть гуру, чтобы все остальные зависели от него. Чтобы он творил добро, твори добро на всей земле, как Шура у нас. А все остальные ему аплодировали. И он на самом деле не хочет добра к другим людям, он хочет стать просто нужным. Он хочет стать очаровательным для них. Он хочет стать таким необходимым, что ли, в жизни. Манипулятор – это как раз тот человек, которого отвергали в детстве. И теперь его задача сделать, привязать каждого человека к себе. Он как бы мстит всем остальным. Он мстит матери через всех остальных. Он или отцу, там все зависит от семейной ситуации. Если мать его бросила, он говорит, окей, хорошо, теперь я сделаю так, чтобы все остальные зависели от меня, но я их все буду бросать. По сути дела, он мстит за эту травму детства. Вот так это становится. Так становятся манипуляторами-психами. Причем все три роли могут быть манипулятивными. Жертва манипулирует и ревнивый скептик манипулирует. Все зависит от того, насколько вы далеко зашли. Насколько вы далеко зашли в эти роли и подчинились им. Если вы, это помните, бессознательные модели поведения. Чем больше вы понимаете, чем больше вы осознаете, тем больше вы можете управлять. Чем меньше вы осознаете, тем меньше вы управляете. Соответственно, вы больше двигаетесь в сторону неосознанного манипулятора или психа. Как помочь манипулятору-нарциссу? Просто бегите нахрен. Бегите! Просто бегите! Я не просто называю манипуляторов психохищниками. Вы, вот в природе есть травоядные, есть хищники. Какая у каждого из них своя стратегия. Травоядные собирают травку, мирно живут друг с другом. А хищники что делают? Они охотятся на травоядных. Почему они охотятся на травоядных? Потому что это их природа. Понимаете? Соль соленая, небо голубое, вода мокрая. Психохищники-нарциссы, они кормятся за счет энергии, за счет эмоций других людей. Они охотятся на таких, как вы. Вот ваш вопрос, как можно помочь нарциссу-манипулятору? Представьте себе, что маленький козленок или маленький ягненок встретился с тигром, голодным, беспощадным, злым, для которого ягненок является пищей. И ягненок спрашивает у доброго волшебника, психолога Александра Шахова. Скажите, добрый волшебник Шахов, а как можно вот этому тигру помочь? Как можно сделать так, чтобы он перестал быть тигром и стал ягненком, такой, таким, как я? И добрый волшебник Шахов говорит вам, чебурашка ты лопоухая, беги нахрен, тигр сожрет тебя, кого ты собралась спасать? Он тебя проглотит прямо сейчас. И вот это самая главная проблема для жертв. Жертвы хотят тигра переделать в ягненка. И вы навсегда останетесь зависимой до тех пор, пока не поймете простую вещь. Вы не сможете переделать манипулятора нарцисса никак. Вот вы конкретно не сможете. Я, и то вопрос, если ко мне придет манипулятор нарцисс, осознанный, с большим желанием меняться, сам скажет, да, я готов меняться, я его предупрежу, дорогой мой. Тебе предстоит встретиться с такой болью, что ты будешь просто на стенку лезть. Это как будто зуб болит только полгода. Вот так тебе придется выбираться из этой. Очень мучительно, очень больно, потому что придется встретиться со своими детскими травмами, с этими детскими отвержениями и жить. То есть открыть душу. Открыть душу для других, ту, которую закрыл он в детстве. Это значит, что она будет сейчас такая незащищенная, будет получать очень много чувствительных ударов. Тебе придется, манипулятор, он не закалился, он закрылся в тот момент, он закрыл свои эмоции, теперь он ничего не чувствует, он не испытывает симпатию. Твоё сердце наглухо, здесь пластина, бронь, 4 сантиметра. Понимаете? Вы не спасете никакого, это танк. Как носорога спасти? Как мне спасти носорога? Беги, дурочка, чебурашка, беги! Милые чебурашки, милые мои, пожалуйста, не попадайтесь в эту ловушку. Если вы чувствуете, что рядом с вами манипулятор бездушный, не спасайте. Бегите, спасайтесь! Спасайтесь! Вы никак его не спасете. И сколько бы я ни говорил этих слов, сколько бы я ни советовал, на курсе манипулятора и их жертвы постоянно приходят студентки, которые говорят, ну всё-таки, а как его можно переделать? А как его можно спасти? Ну всё-таки он такой хороший, он такой красивый, он тигр, он такой красивый кот, у него такая полосатая пижама, он такой, вот он такой красивый. То есть вы смотрите на тигра, знаете, есть такие женщины, ну люди такие, туристы, которые смотрят такие, ой, какая кошка большая, красивая, дай её поглажу. Хрец! И всё. И труп. Потому что это тигр, это не кошка. С котятами возитесь, но не с манипуляторами, с нарциссами. Вы просто реально будете трупом. Энергетическим. То есть вот это ощущение, когда вы бессил, когда у вас апатия, когда депрессия, когда вы потеряны, когда вы в сомнении, когда вы не знаете, что правильно, что неправильно, когда у вас образ жизни полностью изменился, когда вы чувствуете себя в изоляции. Ощущение такой психологической смерти, что лучше бы умереть, чем так жить. И вы не можете ни умереть, ни жить. Вот это состояние зомби. Манипуляторы это делают из вас. Вы зомби. Вы жертва. Вы из вас высцели всю энергию. И с вами играет, как кукловод, с вами играет в кошки-мышки здоровый тигр, психохищник. Вы хотите ему помочь? Бред просто. Бред. Забудьте про это. Просто бегите. Увеличивайте физическую дистанцию. И тут не важно, мама это, папа. Но как же она мама? Манипуляторы именно и создают. У вас идею, у вас ощущение, что без них никак. Ну как без мамы? Да вот так. Мам, привет. С днем рождения. Мам, пока. Мам, привет, с новым годом. Все, пока. Все, вот так. Почему? Не так же нельзя же с мамой? С мамой нельзя. Но мама это тот, кто любит и принимает. И мама это вообще в детстве то, что осталось. Да. Вот это мама. То, что до 18 лет это была мама, а сейчас это взрослая женщина, которая вас родила. И строить с ней отношения нужно как взрослой женщина, которую вы можете строить, ну точно так же, с продавщицей из магазина. Вы сейчас скажите, господи, так нельзя к матери. Это только такое здоровое отношение. То есть, если у вас нет отношения между вами и родителями как со взрослыми людьми, вы не отсепарировались до сих пор, вы еще эмоциональный ребенок. Мама и папа это категории детей. Если вам, вы старше 18, то все, приехали. Для вас отношения должны быть так же, как профессору с уважением, но с дистанцией. Профессор же вас не учит, как жить. Профессор не приходит, не воспитывает ваших детей, правильно? Он же не говорит вам, что делать. Он говорит, ну мне кажется, что лучше так. Вы говорите, ну хорошо, с профессором, до свидания. Вот точно так, с уважением. Но вы взрослые люди уже, все. Вы имеете право на собственное мнение, на собственное мнение. И как вы, если приходит какой-то человек, начинает вас учить, начинает вам говорить, что-то делать, что вы говорите? Свободен. Не говорите мне, что делаете, я не буду говорить вам, куда идти. Все очень просто. Но мама, это такое, или папа, это такое священное слово, которым манипуляторы, токсичные родители прикрываются. Не говорят, с мамой так разговаривать нельзя. С какого хрена? Кто сказал? Со старшими так нельзя разговаривать. Нет, старшие это те, кто уважают. Так, если вы со мной неуважительно разговариваете, никакой вы не старший. Все очень просто. Так любят принимать. Манипуляторы любят, это волки в овечьей шкуре. Они любят принимать облик, они любят маскироваться, они любят какие-то громкие лозунги. Я твоя мать, я имею право тебе это говорить. Кто тебе сдал это право? В Конституции написано? Что? Где мне читать? Ты моя мать, спасибо тебе, ты меня родила. Теперь мы взрослые люди, а взрослые люди должны друг друга уважать. Если ты ко мне не относишься с уважением, как к взрослому человеку, то с какого хера я должна к тебе с уважением относиться? Все очень просто. Зеркальный ответ. Ну как же, нельзя же, есть чувство вины, мать же там. Вот это чувство вины, это как раз манипулятивное воздействие, потому что жертва всегда себя чувствует виноватой. Жертва чувствует страх и вину. Ну еще и обиду. Поэтому нужно уважать, родителей нужно уважать, родителей нужно любить, но это не означает, что нужно быть покорными слугами и раствориться полностью, оставаться ребенком. Нет. Точно так же с любым манипулятором. Здесь разницы нет, статус не имеет значения. Я всегда повторяю вам, что есть разница между родителем и мамой. Мама это та, кто любит, а родитель это тот, кто родил. Вы чувствуете разницу? Родитель это тот, кто родил. Не все родители мамы. Представляете? То есть родила, но не любит. То есть любовь это поддержка, это участие, это принятие, это уважение. Вот это любовь. А если манипуляции, вызывание чувства вины, критика, постоянное отдергивание, это не любовь. Поэтому это родитель. Ты родитель мой. Родитель номер один и родитель номер два. В Британии давно так уже написано. Там уже в Британии... А? И в Британии тоже. В Британии тоже, и в Скандинавии, и в Британии. Нет, не написано «мама и папа». Родитель номер один, родитель номер два. Все, до свидания. Родитель номер один. А мамой может быть совершенно чужая женщина. Ваша соседка или тетушка может быть мамой для вас. Она может любить вас, уважать, принимать, поддерживать. Вот это мама. Она не состоит с вами. Она может быть вообще теткой-продавщицей из Сельпо где-нибудь в деревне Большие Сопли. Да. Но она может быть мамой для вас. И поэтому вы говорите «мама». Как приемные дети. У них их дети, их матери родные бросили и воспитывает приемная мама. И они называют ее что? Они называют мамой. Почему? Потому что она настоящая мама. Она их любит. Ну и как бы вот эта манипуляция. Я же тебя растила, я же тебя родила, я же тебя бутерброды с сыром в школу собирала. Спасибо, я очень благодарен тебе за это. Я же тебя родил. Но менять мне вину то, что я родился, меня не спрашивали про это. Если бы меня спросили, хотел бы я у такой мамы родиться, я бы, наверное, сказал нет. Извини. Да как ты смеешь? Мать в могилу сведешь. Все очередные манипуляции. Здесь нужно понять, перед вами не мать, перед вами манипулятор. Смените табличку. У каждого человека есть табличка. Здесь. У вас. Когда вы думаете о каком-то человеке, вы думаете «табличка». Смотрите на меня, и у вас какая-то табличка есть. Либо это психолог, который мне помогает. Либо мужик с бородой какой-то. Либо придурок какой-то, хрень какую-то говорит. Либо красавчик. Не знаю, что вы там думаете о мне. Я просто по директу смотрю, кто мне пишет. Какие у меня таблички, как вы ко мне относитесь. В зависимости от того, какая у меня табличка, вы ко мне по-разному относитесь. Если вам кто-то сказал «это классный психолог», вы смотрите на меня, как на классного психолога. И думаете «блин, он важные, интересные вещи говорит». Если вы решили, не прослушали все, что я говорю, не знаете всю мою концепцию, не читали мои статьи, не смотрели мои эфиры, вы можете подумать. Это психолог сейчас говорит «маму не уважай», когда это в мире, в христианстве, в Библии написано. Нет, я говорю «маму уважай». Я просто говорю, что мама – это категория детства. Мама после 18 лет закончена. Все. Это детская, вот этот вот детско-родительский менталитет, он был характерен для средневековья, когда мама и папа взрослым людям решали, то есть за взрослых людей решали. За кого он будет замуж? Вы знали, что, не знаю, вы же образованные люди у меня здесь, слушательницы. Вы знали, что в средние века и даже до середины, там, середины 19 века родители решали за женщину, за кого она будет замуж. Феномен свободной любви – это только феномен 20 века, когда стали выбирать. Нет, такого не было раньше. Мама и папа решали. А во многих мусульманских странах или на Кавказе, я знаю, в Казахстане, Кыргызстане, так и до сих пор есть. Многие европейские женщины и девушки скажут «как это?» До сих пор это есть, я поздравляю вас. До сих пор родители решают, за кого девушка и их дочь выйдет замуж. И до сих пор это происходит точно так же и с мужчинами. Мне постоянно пишут, мне постоянно пишут девушки «я любим друг друга, меня парень любит, но его родители со мной не согласны, потому что я из другой семьи». Ну так, у них есть категория, там есть эти кланы, там роды, как это. Если из высокого рода, вы какую-то крестьянку не возьмете. Или там, если он казах, а она кыргыз, то это практически тоже нереально. Я это знаю не понаслышке, я в Кыргызстане, в Казахстане был, мне это рассказывали люди. Я знаю это и мне пишут, понимаете? То есть раньше родители решали, родители давали благословения, они могли сказать «ты не должен идти туда-то учиться, а должен пойти делать то-то». Вот так это были. То есть взрослые люди были до конца жизни детьми. Почитайте Толстого. До сих пор князь Балконский взрослой своей дочерью управляет. Да так, он чистый манипулятор. Если вы хотите прочитать про манипуляторов, их полно вообще. У нас вся русская литература описывает манипуляторов и жертв. Каренин. Манипулятор, Анна Каренина – жертва. Вронский. Манипулятор, Анна Каренина – жертва. Ну, что вы хотели? Два манипулятора и одна жертва. Что происходит? Два варианта. Либо они ее сожрут, либо она сдохла. Извините. Под паровоз. Все. Вот так и происходит. Довели, называется. Вот то же самое у вас. А все она хотела переделать его. Она все хотела спасти его. То же самое и вас ждет. Учитесь на литературе. Если в школе вам не рассказали об этом. Окей. Так что прекратите думать. Давайте сейчас поотвечаем на вопросы в комментариях. Не забудьте оставить свои комментарии к эфиру. Я публикую этот эфир в ленте. Он будет в EGTV. И будет в ленте опубликован. Оставьте, пожалуйста, ваш комментарий к этому эфиру. Понравилось вам, не понравилось. Может, какие-то вопросы есть. Сейчас можете любые вопросы задавать. В конце о хорошем поговорим. О веселом. Хватит уже. О грустном. Бывший манипулятор должен делать. Денег как вернуть. Забудьте просто. Просто забудьте. Отпустите. Серьезно. Вы больше нервов потратите. Либо в суд. Имейте в виду, что если у вас есть какие-то судебные... Если вы связались с манипулятором. Развод у вас теперь с манипулятором. Раздел имущества. Ни в коем случае сами не участвуйте в этих судебных процессах. Наймите другого человека. Потому что манипулятор, он хорошо знает ваши слабости. Он будет из вас сосать. Он будет вас постоянно. Он будет выигрывать. Вы понимаете, что манипулятор это человек, который хорошо вас знает. Он хорошо знает ваши слабости. Он хорошо ваши знают все болевые точки. Он будет на них давить. И сильно. Если раньше он так не сильно давил, потому что хотел еще как-то сохранить вас. Для того, чтобы доить на эмоции. То сейчас он будет жесток с вами. Поэтому вам совет. Если у вас муж манипулятор. Вы разводитесь. Разделите имущество. Если у кого-то манипулятора заняли денег. Не занимайтесь сами. Поручите кому-то. На того человека он уже не будет влиять. Возьмите профессионального юриста какого-нибудь. Профессиональные юристы это манипуляторы с таким седьмым печатью. Такие знаете там со знаком качества. У них в душе медики и манипуляторы. Они такие циники. Ну это правда. Потому что. Не потому что они плохие люди. Потому что постоянно манипулируют. Больные манипулируют из этого состояния жертвы. А для юристов, а для адвокатов люди постоянно манипулируют. И клиенты, их противники постоянно манипулируют. Поэтому рождается такая броня такая. Ничего не чувствуют. Поэтому циники. Еще хуже это ведущий ток-шоу. Это вообще просто смело можно в психушку отправлять сразу людей. Как бы не знаю. Потому что я. Ну конечно не всех. Безусловно. Но я просто вижу некоторые ведущие ток-шоу. Это просто вот цинизм. Отсутствие сочувствия, эмпатии. Или жажда вот этой вот грязи. Прямо вот до психических просто каких-то ненормальных высот доведено. Может ли умеет мужчина манипулируют любить? У него таких мужчин нездоровая любовь. Он не может любить. Он любит только себя. Других людей нет. Любовь означает, что вы можете видеть и понимать эмоции других людей. У манипуляторов нет чувства эмпатии. Они не могут почувствовать это. У них эмоции закрыты. Как строить отношения с мужчиной и женской психикой? Ну очень просто. Вы должны стать женщиной с мужской психикой. Строите отношения ради бога. Совет вам да любовь, как говорится. Известные люди из современности, психи-нарциссы. Ну это мое личное мнение. Я хочу вам сказать, что много очень известных, неординарных людей являются людьми с некими, с теми или иными психическими отклонениями. Это не секрет. Не секрет. Если вы посмотрите, на то они неординарные. Психик это кто? Это те, кто... Что нас привлекает? Это неординарность. Поэтому люди, которые неординарные, смотрите на них. Они где-то там... Не все, конечно. Не все. Есть талантливые, здоровые люди. Но прям... Вы можете прям посмотреть, пройтись по политикам, по звездам и увидеть. Ну например, предположим, я могу каких-то здоровых назвать, больных. А то меня засудят, не буду называть. Ну например, насколько я знаю, вот Том Хэнс. Он в принципе такой здоровый, известный, но здоровый, такой спокойный человек. Том, кого мы с тобой еще недавно обсуждали? Не вспомнил, ладно. Что делать, если осознаю, что в 21 год сын растет тоже манипулятором? Ну это означает, что манипулятор-то вы. С кого-то он скопировал это. Поэтому перестаньте быть манипуляторами, а он перестанет быть. Как обойти, уйти, оборвать связь с манипулятором, если он постоянно применяет свою тактику? Это очень хороший вопрос. На курсе «Манипуляторы и жертвы» я говорю о том, что нужно разработать план побега. Потому что манипулятор – это прям реальная тюрьма, эмоциональная. Потому что манипулятор первое, что делает, он создает сразу эмоциональную зависимость. Поэтому просто так вы сбежать не сможете. Это эмоциональная тюрьма. Даже если вы физически будете разрывать дистанцию, вам будет невыносимо психологически плохо. Поэтому это целый комплекс. Вам нужно будет проработать посттравматическое стрессовое расстройство. Вам нужно будет разработать план побега. Нужно будет получить эмоциональную поддержку. Нужно будет понять, где вы будете получать финансовую поддержку. Потому что очень часто манипуляторы прибегают к самой значимой и самой сложно разрываемой связи, к финансовой зависимости. То есть они говорят, да ладно, зачем ты будешь работать? А потом говорят, ну ты же не работаешь, теперь ты завистишься только от меня. Все, приехали. Вот поэтому так. Поэтому я вам рекомендую, чтобы вот здесь нельзя ответить одним вопросом, одним ответом коротким. Поэтому идите на курс «Манипуляторы и жертвы». Мы там все весь этот подробный путь проходим. Как понять, кто такие манипуляторы? Кстати, тест на манипуляторах вы можете уже пройти. Есть там... Идете в мой профиль, нажимаете на ссылку, ищите курс «Манипуляторы и жертвы». Заходите на сайт. На сайте там есть тест определить, манипулятор ли ваш партнер. Это может быть мама или папа, или муж, или мужчина, или женщина, неважно. Вот. Пройдите этот тест, и там можно будет определить. Называется 30 флажков манипулятора. Если вы пройдете, самая первая проблема, что жертва не понимает, что она имеет дело с манипулятором. То есть сложно понять. Но когда проходишь тест, начинаешь понимать. А дальше нужно уже выбираться из этой ситуации. Это вот прямо, знаете, путь выздоровления. Вы должны понять, что у жертв манипулятора есть эмоциональная зависимость, аддикция. Это то же самое, что наркомания. То же самое. Разницы нет никакой. Игромания, наркомания, алкоголизм, то есть зависимость от алкоголя. Любые другие мании – это то же самое. Аддикция, эмоциональная зависимость. То есть она должна проходить особую специальную программу лечения. И курс манипулятора и жертв – это такая программа лечения. Как можно быть неосознанным манипулятором, если все действия умышлены? Конечно, можно быть. Вы думаете, что это правильно просто. Потому что так делали мама и папа. Это вы понимаете, а он не понимает. Далой всякую физику в школе, надо жизненные знания давать, меньше проблем будет у человечества. Ну, я не против физики, я против того, чтобы изучать физику чрезмерно. Потому что действительно нужно как-то немножко разбавить гуманитарными знаниями, которые могут помочь в жизни людей в реальности. Тиран и манипулятор – это одно и то же. Тиран – это разновидность манипулятора. Манипулятор может быть… Можно манипулировать можно из состояния жертвы. Например, я беспомощный, у меня ничего не получается. Спасите меня, пожалуйста. Займите мне, пожалуйста, денег. Сделайте за меня, пожалуйста, работу. Вот, пожалуйста, решите за меня мои проблемы. А мне как вот делать так? А вот я так сейчас правильно делаю или неправильно? А вы сказали, что вот сделать так, вот я так сделала, а оказалось неправильно. Теперь вы виноваты. Теперь вы мне должны еще больше помогать, потому что я послушался вас, а вы мне позаветовали неправильно. И теперь вот у меня вообще все плохо. А теперь вы мне должны… Я вам на шею сяду сейчас, и вы мне должны всю жизнь тащить, потому что вы мне неправильно позаветовали. Вот. Это тоже манипулятор из состояния жертвы. А тиран – это манипулятор из состояния преследователя. Манипулятор есть из состояния спасителя. По переписке можно понять? Ну, смотря какая переписка. Ну, принципиально можно, вам главное выделить основные признаки. По переписке сложновато. Как отучить взрослого сына от компьютера, когда он тоже манипулятор? Нет, это вы манипулятор, прежде всего. Вы должны понять, что манипуляторами не рождаются, манипуляторами становятся. И, знаете, такая… Это тоже манипулятивная вещь. Вот меня спросили, а как манипулятор? Он же… Как можно не понять? Просто у вас родился ребенок. Он был чистый лист, он ничего не знал в жизни. Жил-жил-жил, и вдруг в 6 или в 7 лет, или в 12 лет он стал манипулятором. И вы такие родители, вы же его воспитывали, вы такие… Упс! А как так получилось? А мы не знаем, как… Как вообще вышло-то? Как вот… Он как бы родился и стал манипулятором, да? А как вообще? Заболел, наверное, чем-то. Наверное, подхватил инфекцию в детском садике. Вот. А мы-то тут не виноваты ни в чем. Как мы? Мы же его так не делали, ничем специальном. Ну, как бы… Нилые мои. Номер один. Если ваш ребенок манипулятор… Во-первых, нужно сказать, что дети манипуляторы – это нормально. То есть они так пытаются выжить. Но есть манипуляции, когда… Другое дело, что ребенок начинает так манипулировать, что вы уже перестаете с этим справляться. Это означает, что вы, во-первых, научили его манипуляциям. Это раз. А второе – вы не умеете выходить из состояния жертвы, из состояния зависимости. Вот и все. А если манипулятор – мама, как от нее бежать? Вот интересно, я вот все думаю. Я вот, например, сейчас не живу с мамой. Как вам? Ну, вот как бежать? Я не знаю, как бежать. Ну, вот просто… Вот живу с мамой, звоню и говорю, здравствуй, мам. Я тебя очень люблю и желаю тебе здоровья, помогаю. Вот. И все. Звоню раз в две недели, может быть, там, может, чаще с женой звоню. Все. Понимаете? Вот и все. Как бежать? Ну, вот так. Бежать от мамы. А если мама начинает говорить, ну вот, а ты там… Я говорю, мам, спасибо большое, я тебя очень люблю, давай созвонимся на следующей неделе. Все. Вы скажете, ну как же бежать от мамы, ведь я же учусь еще, ведь я же живу у нее дома, потому что у меня нет квартиры, работы. Ну, так вы ребенок же тогда. Ну, если вы хотите, чтобы мама перестала на вас влиять, вы должны стать взрослой личностью, сепарацию надо пройти. А у меня, кстати, на следующей неделе терапевтический, психотерапевтический вебинар, который называется «Сепарация от родителей». Если вы боитесь от родителей до сих пор от свободницы. А все, проблема заключается в чем? Потому что у вас есть вот те вопросы, которые люди задают, те люди, которые вопросы задают, они спрашивают, как можно убежать от родителей, от мамы. А, ну как от мамы? Это означает, что у них, ну, легко, так же, как у другого человека, просто ограничить общение. Но это означает, что они не прошли сепарацию внутреннюю, то есть они до сих пор, у них установки родительские. То есть на какое бы расстояние они ни убежали, они внутри будут чувствовать зависимость от родителей. И поэтому им нужно пройти сепарацию от родительских установок. И на следующей неделе я как раз буду такой психотерапевтический вебинар проводить, для того, чтобы освободиться от установок. От того, что я маме должна, а как от нее убежать, а как, возможно, не слушаться ее, ну, это же мама. И все в таком духе. Почему выбираем манипуляторов? Потому что они очаровательны. Потому что манипуляторы делают... Почему выбираете цветы? Потому что они красивые. Почему выбираете манипуляторов? Потому что они делают вид, что они красивые. Вот и все. как распознать манипулятора с первого раза кошка сходит с ума вечером никак вы должны понять что манипуляторы это те люди которые таким образом приспосабливаются что вы не сможете их опознать никак с первого раза никак то есть вы хотите знаете чтобы у каждого была так такая табличка манипулятор до чтобы что с детства что за детство когда повзрослеете когда вы поймете что таком мире такого не бывает что нельзя с первого раза понять что за человек нельзя и со второго нельзя из третьего нельзя вы должны пообщаться и посмотреть но если вы будете знать признаки манипулятора то тогда вы распознаете быстро его со 2 и с третьего раза я умею с первого раза а вы нет потому что вы не понимаете манипуляции потому что вас не настроена как бы чуйка чутье не настроен учиться надо идите на курс манипуляторы жертвы и узнавайте понимаете вот как стать вам мне все равно манипулятор или нет я просто не поддаюсь на манипуляции не поддаюсь я понимаю что есть чувство как я только начинаю чувствовать вину и обиду или раздражение раздражение вина обида об я взялся стоп а что происходит сейчас почему я при общении с этим человеком чувствую раздражение обиду вот мы недавно разговаривать с консультантом мы с женой и консультант он был типичный манипулятор знаете такой торговец который продает агент по недвижимости не все афики агенты но вот мы и он начал я ему задаю вопрос а он на него не отвечает и начинает что-то как бы какая-то какую-то про другую какую-то тему что-то рассказывает какие сроки вот и все вокруг да около нам нужно узнать цену а он процент не говорит что-то вокруг да около там все я начинаю чувствовать раздражение просто начинаю чувство отражения потом остановился на что происходит вообще и понимаю сейчас по мной манипулируют прямо сейчас мной манипулируют поэтому как бы мы женой я сказал стоп и манипулятор сказал стоять пожалуйста сейчас ответьте на вопрос а он стоп 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 отвечаем на вопрос сейчас он стоп пожалуйста ответьте очень коротко очень четко пожалуйста сейчас ответьте на вашего на мой вопрос иначе наша беседа мы не состоится все манипулятор сразу понял что здесь бесполезно начал отвечать по вопросам понимаете можно распознать когда вы понимаете характер когда вы хорошо понимаете свои чувства когда вы распознаете их и можете раз понять что-то не со мной не так значит что-то происходит видите я сразу определяет манипулятор что делает он переносит неблагоприятную тему то есть ненужную для себя тему на что-то другое начинаешь говорить о чем-то он вы перескакивает нет 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 давай да об этом поговорим давай об этом поговорим пожалуйста об этом говорим хорошо если мы об этом говорить не будем наш разговор закончен все очень просто окей милые мои ну что ж спасибо вам большое за за участие не забудьте с спасибо вам большое за участие спасибо вам за ваши комментарии которые вы оставите моему эфиру в ленте я желаю вам не попадаться в лапы манипулятора желаю вам счастья не забудьте что на следующей неделе я провожу психотерапевтический вебинар посвященный сепарации приходите если у вас до сих пор есть проблемы с родителями и с установками родительскими если у вас есть сценарий в жизни это все результаты родительских установок приходите на курс манипулятор и жертва мы мы научим вас с моими кураторами феи противостоять манипулятором и избавиться от эмоциональной зависимости и всем хорошего вечера всем любви до свидания